Кадры разрушительного наводнения в селе Газимурский завод больше напоминают сцены из фильма про апокалипсис. Водная стихия постепенно заполонила собой все пространство. Из-за нескончаемых дождей река Газимур вышла из берегов и добралась до жилых домов и надворных построек. Чеплица тоже утонула, да? Да. Вот такой урожай. Все завяло, захерело. Здесь грядки были. А огород с картошкой там сзади же, да? Да, оттуда. С больших кругов все это досталось. Тоже года уже такие. Малые. Все это скопано. Вот там парнички стоят. Ну и туда бесполезно. Там грядки, ну. По дворье Юлии и Романа Шатовых супруги показывают свои владения, которыми также целиком и полностью завладела вода. Мы тут не пустим, только. Вродник или в полотник. Ворота открыть очень тяжело. Из-за сильного течения по собственной ограде домочадцы передвигаются с большим трудом. Капуста посаженная, все, картофель, все утонуло. И также у нас имеется подсобное хозяйство, крупнорогатый скот, которых мы даже не знаем, если честно, где они. Держать их негде. Держать их негде, все затопило. Житель села Газимурский завод Юрий Андреев также стал жертвой паводка. Там мы держим курей, у которых успели вывезли, которые утонули. Болотники уже почти полные набирают. Баня тоже все в воде. Баку привязали на возвышенную, чтобы не утонуло. На сегодняшний день в Газимурском заводе уровень воды на пойме повысился до отметки 68 сантиметров выше критической нормы. Однако хуже всего обстоят дела для жителей некоторых отдаленных сел. Из-за нарушенного транспортного сообщения они оказались словно отрезанными от внешнего мира. У нас сегодня отрезано сельское поселение Баруканское, Батаканское, Зеринское и Кокталгинское. Самое проблемное – Кокталгинское. Они отрезанные. Мы туда можем сегодня только на вертолетах добираться. Там смыты все мосты, которые, буквально все, которые там были. Мы вчера туда, борт летал два раза, вертолет. Завозили продукты и семь человек пассажиров выезли. Еще одна сопутствующая проблема – жители также некоторых отдаленных сел Газимурозаводского района находятся без электричества. Так в селах Зерин и Батакан местные жители уже неделю сидят без света. У нас не было и нет электроэнергии. Так, сельское поселение Ушумунское, но на сегодня там восстановили. Сельское поселение Баруканское вторые сутки без света не могут попасть энергетики туда. Сейчас пытаемся на высокопроходимой технике пробиться. Вторые сутки без света сельское поселение Батаканское и Зеринское поселение там уже седьмые сутки без электроэнергии. Есть проблемы по сельскому поселению Кокталгинское, там у нас дизельные электростанции, топливо буквально на нуле. Но решаем вопрос. На территории района сегодня работают две группировки МЧС – спасатели из Краснокаменской и Хабаровска. В общей сложности имеется пять плавательных средств. Населению оказывается адресная помощь, однако некоторые местные жители бьют тревогу и уверены в том, что власть их бросила справляться с потопом самостоятельно. Мнения разделились. Кто говорит, что у нас администрация не работает. Я сам лично вижу, что машины с песком КамАЗа не дотыкаются ездить день и ночь. МЧС тоже работает, перевозит людей на переправе на улице Советская, Музгина, Луговая. Какая-то еще у нас семенихина. Конечно, обстановка жесткая у нас, но ничего. Справляемся потихонечку. Никто не ждал, что вода поднимется до какого уровня. В начале июня тонули, но сейчас еще больше воды. Там было хоть чуть-чуть поменьше. Сейчас иду, где всегда ходил, в кроссовочках. Сейчас иду в броднях почти по пояс. Службы все в авральном режиме работают. Служба МЧС, переправа, подсыпка, дамбы. Тоже там мужикам можно сказать спасибо. Они утром часов 5-6 начинают движение и до потемок подсыпают дамбу, сдерживают ее. Хотел бы сказать всем жителям, что нашего района во всех соцсетях ругают наше руководство. В принципе, думаю, этого не стоит. И так как бы объединяет. Сейчас, я думаю, нужна поддержка населения деревень утонувших. Моральная, физическая. Всего в Газимурском заводе пострадали свыше 700 человек. Из них около 300 – дети. Больше всего люди нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в продуктах питания. Людям, конечно, сегодня больше всего нужны продукты питания. По питьевой воде пока проблем нет. Но если нужно, мы уже в район тонна бутилированной воды прибывает. Самые проблемные, там, где отрезанные, будем эту воду направлять. И также гуманитарная помощь. У нас ООО «Кедр». Сегодня буквально думаем, распределяем 2 тонны макарон, свечи, спички. Огромное спасибо. Но это вот первая гуманитарная помощь, которую мы сейчас как раз будем задумать, как доставить в отрезанные населенные пункты. Помочь жителям района может каждый неравнодушный. В Чите развернуты пункты помощи пострадавшим от паводка. Анжелика Панибрашина, ЗАПТВ.